Здравствуйте! В эфире программа подробностей. А мне сегодняшний выпуск посвящен пятилетию телекомпании «Город». И гость сегодня у меня, который, в общем-то, не нуждается в представлении, но, тем не менее, Петр Завешон. Только что был ведущим, только что, и теперь уже оказался в гостях у нашей студии. Редко такое бывает, но, действительно, события, о которых мы хотим сегодня вкратце рассказать, это все-таки наше пятилетие. Пятилетие нашей телекомпании. Сколько уже, несколько лет пролетело, все как один день, ну, так вот всегда и бывает. Я думаю, с чего начнем, да? Может быть, коротко я расскажу. Об истории? Да, да-да-да, об истории. Ты помнишь, как все начиналось? Ну, для меня все началось не очень давно, на самом деле. А вот с меня чуть пораньше, как говорится, поэтому я и начну вот с этих строк. Ты помнишь, как все начиналось? Все начиналось, честно говоря, весьма так, ну, как говорится, просто и даже немножко не то чтобы игрушечно, но очень слишком, я бы сказал, задорно для телевидения. Мы тогда занимали небольшое помещение. У нас было, ну, такое, я бы сказал, очень свободное отношение к программам, свободное расписание. И, в общем-то, выходили в эфир, было всего несколько программ, в том числе и «Время говорить», центральная программа. И как-то вот из этого, тут, знаешь, это было как раз, вот я пришел все-таки 4 года назад, вот, наверное, был какой-то перелом. То есть, все либо потихонечку как-то замрет, вот, либо это все должно развиваться дальше и дальше и быть все-таки, на самом деле, телевидением, как инструмент влияния, инструмент донесения информации, да, то есть, посерьезнее все как-то должно быть. И вот на таком переломе и пришлось работать. Я, честно говоря, тогда и не знал, как это все будет разворачиваться, когда пришел сюда. Ну, вот разворачиваться стало, я считаю, позитивно в ту самую сторону. Это, конечно, сейчас заработаю премию небольшую. Это, конечно, все благодаря нашему руководству, который, ну, если серьезно, то да, курс был взят, конечно, на развитие телевидения. И вот это вот хорошо. Стали появляться программы, нормализовалась работа съемочных групп, оптимизировался, как говорится, сейчас модно это слово, оптимизировался процесс. Выстоялись, что называется, те люди, которые сейчас вот составляют костяк телекомпании. И, в общем-то, мы как-то сами незаметно для себя оглянулись, а уже несколько ступенек-то пройдено. Я считаю, что сейчас мы нормальные, хорошие, достаточно влиятельные в городе телекомпания, которые имеют устойчивый, так сказать, арсенал программ, которые имеют не то чтобы своего зрителя, мы рассчитываем, что, как говорят, у каждой программы есть свой зритель, ничего подобного. Я думаю, что у нашей всей телекомпании все наши зрители, потому что изначально был заложен сюда какой девиз и принцип работы. Наверное, он нам и помог, как говорится, не умереть и раствориться, а выжить и пойти вперед. Мы работаем от народа, от народа, от людей. Пять лет – это, в принципе, самый маленький, но, тем не менее, уже юбилей и достаточно большой промежуток времени. Я работаю здесь не очень давно, но, тем не менее, количество людей, наверное, все-таки увеличивается. И есть люди, которые работают здесь изначально. От них что зависит? Так ли что, все держится на людях? Да, я бы сказал, что не только работаешь, относительно недавно украшаешь нашу телекомпанию, а так, действительно, вот посмотреть люди, которые стояли у истоков, звучит, как будто мы говорим про древний Египет и фараонов, пирамиды. А на самом деле все молодежь, держались-то на 20-летних ребятах, вот я один, чуть-чуть постарше пришел, да, держались все на 20, 20 с небольшим. И вот эти ребята бегали на выезды, носились и писали, и попадали, и ошибались. Но самое главное, у них всегда было и остается вот этот вот задор, хочется сделать ярче, интереснее. Ну, что договорить с молодежью, резче хочется сделать, вот, порой приходится и как-то подсказывать, что, ну, чуть-чуть, надо смехать, они так не пишут вообще, ну, что вы. А у меня аргументы такие, а мы вообще пишем так, как не как все. Здесь есть своя правда. Очень хорошо пошли программы, я считаю, вот программы базовые, которые сейчас остаются, эти программы Ирины Ковалевой и Олеси Харлиной, знаменитый ее вызов. Принятый, который там целую кучу наград взял. Ну, наша программа вот держится информационная, как базовая. Олеся Котровская пришла с программой «Предел возможностей», была у нее сейчас, у нее медицинская программа. Вот, много программ. Вы сейчас начали делать с Глебом спортивную программу. Мы спортом занимаемся. Да, спортсмены. Спортивная программа, которой не было. Вот эти программы, они и стали вот этими крагеугольными камнями, которые не дали компании, ну, как я уже говорил, раствориться и как-нибудь потихонечку осыпаться и что-то то ли показывают, то ли не показывают. Можно показывать, и это самый бог с ней, что идет, то и идет. Нет, это программа. И главное, вот, я уже говорил о людях, да, люди, которые стоят и держат эти программы. Редакторы тоже молодые совсем, ребята, девчонки молодые. На них нагрузка, конечно, подойдет страшенная. Я понимаю, что такое работаешь, работаешь, когда через полгода ты чувствуешь, что выработался так, что уже и алфавит-то забыл, а не то, что написать что-то. Вот у них, на них все это дело, конечно, вот и на вас в том числе сваливается. И я бы здесь мог только сказать творческих успехов, ребята, и держитесь, потому что немножко встряхнулся, раз и что-нибудь поменял в программе, ну, что мне скучно было, самому себе уже, зритель, может, даже и не заметит. Хоп, пошел дальше. Второе дыхание. Второе дыхание, да, ваша программа знает, второе дыхание, точно, вот ты молодец, а я думал, как же вот это вот все. Вот второе дыхание всегда желаю ребятам, которые вот у меня спрашивают, что делать, как дальше, вот именно вот это вот, то, что называется вторым дыханием, согласен, согласен, немножечко так отдохну, вздохну, сил набрался, чего-нибудь обязательно поменял, чуть-чуть. А оно всегда открывается. Да, 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 и раз уже все по-новому. Ну, 9 мая не за горами уже. Да. И планируется прямой эфир. Да, да, да. С парада. С парада, да. Вот мы сейчас готовимся к прямому эфиру, к прямой трансляции с этого парада. Естественно, все, кто, ну, ты знаешь, все тут волнуются, все вот так вот бегают, технически оснащенные. Все кипит. Да, все настолько кипит, что дальше некуда. Вот, техническая оснащенность у нас вроде бы позволяет, даст Бог, все будет нормально. И вот это был бы, конечно, большой шаг для развития кабельной телевидения в прямом эфире в Рязани. Это, ну, наверное, долго еще такого не будет. Вот. А то, что надо выходить в прямой эфир, вот моя мечта была показывать не только, что у нас принято, парад на 9 мая, да, и там какие-то массовые праздники. Может быть, значит, вот это вот даст толчок вскоре, или там, может, чуть попозже, как будем идти, показывать возможность трансляции спортивных мероприятий. И, видите, хочется в Рязани, не все попадут там куда-то на футбол, да, а тот раз он в футбол, рязанский, дома, вживую, там, может, позвонить на стадион. Саня, как там наши? Я в виде комментатора, да. Да, а у меня тоже самое, да, и вот кричать вместе с ним. Ну, в общем, в прямую смотреть вот это все. Массовые праздники, да, тоже интересно народу. А вот это вот 9 мая, я хочу сказать, вот почему 9 мая, значит, потому что хочется, чтобы этот праздник увидели и ветераны, которые еще остались, которые из дома уже не выходят. Ну, что-нибудь там уже за 90-е лет, и вот они, чтобы посмотрели праздник этот идет, 9 мая, парад, не забыто. Вот идут воины, там, вот приветствую, то есть тот день победы, который они, собственно, на себе вынесли, вот, его не забыли. Вот мы для них, в первую очередь, вот это вот делаем, чтобы они тоже сидели на экранах телевизоров, посмотрели. Ну, и понятно, что для всего города тут уж что. В первую очередь для них и для всей Рязани. Ну, кстати, вот о городе. Мы теперь вещаем же не только на город Рязани. Да, 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 правда, достижения, вот тоже последних буквально месяцев, это то, что мы вышли на города Ряжска, даже забываю, я еще Крымлино, Скопино, Мичурецк, вот, на Мичурецк, да, они у меня все в плане стоят по поездкам, но я уже... В некоторых городах мы уже были, ездили знакомиться, то есть мы вышли в область, это тоже проект какой-то космический, вот, для меня, как и для руководителя аналитических программ, информационно-аналитических, вышли в область, надо осваивать вот эти вот крупнейшие, это крупнейшие города Рязанской, так сказать, периферии. Вот, их надо осваивать, надо знакомиться с коллегами, надо узнавать, какие там у них новости, там также развивать и пытаться развивать вот то направление вещания. Самое главное, не потерять наш стиль, наш стиль не потерять, потому что чем мы завоевывали зрителя в хорошем смысле, то и должно там тоже присутствовать. Ездим каждую сейчас, каждую возможность, ну, каждую неделю это точно, в эти города, снимаем, знакомь, скоро тебе, наверное, придется поедать уже. Да, я уже в предвкушении. Да, все, есть, но это интересно, это интересно, это новые места, это новые наши зрители, это новые возможности, перспективы вообще очень хорошие. Вот, я думаю, что вот на этом, на прямом эфире и на вхождении в область будет строиться дальнейшая стратегия компании. У нас помимо программ 9 мая к пятилетию фильмы какие-то будут показываться? Да, будут, конечно, наш канал городской, вот чем говорит, собственный канал, вот, зрители про него, конечно, хорошо знают, и я уверен, что там и смотребельность высокая, там все наши программы присутствуют, но, кроме того, там есть возможность показывать и фильмы, и концертные программы, и так далее. Разумеется, что к 9 мая, к нашему пятилетию, главным образом, вот, уже начинаем. У нас с партнерами столичными идет такой хороший обмен, мы получаем фильмы, фильмы очень неплохие, самые качественные, самые хорошие, самые такие вот смотребельные. Вот, я сейчас даже не буду называть какие, ладно, потому что пусть смотрят люди, у нас во всех газетах есть наша программа, телеканал городской, все там есть, и можно это смотреть, и вот зрителям могу сказать, что хорошая, действительно, хорошая программа составляет наш выпускающий, и поэтому стоит присмотреться еще по внимателям к каналу городской, там вы увидите все. Ну, и вот эти вот наши тоже прямые эфиры, все будет. Ну, что ж, Петр Анатольевич, давайте, наверное, пожелаем чего-нибудь нашим телезрителям. Да, пожелаем. Ну, что, ну, говоря о пятилетии, я думаю, что, вот, поздравляю всех сотрудников, естественно, наших, с нашим пятилетием, и, главное, зрителям, благодаря вам, дорогие друзья, мы продержались вот эти пять лет, и намереваемся продержаться, ну, еще как минимум лет 55, пять, а там погляди, там следующий будет юбилей, да, там мы с тобой же о другом. Да, уже договорились. О другом будем говорить немножко, может, о других фильмах, о других программах, вот, только благодаря зрителям. Хочу сказать, что спасибо вам за то, что вы у нас есть, ну, а мы, конечно же, будем стараться. Программа подробностей в гостях у меня сегодня был Петр Завешон. Да. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин